Сотрудники музея-заповедника Горки-Ленинский считают, что именно в этом месте любил купаться Владимир Ильич Ленин, когда поселился в Горках. А сегодня отсюда стартует экологическая акция, но в начале инструктаж. Пожалуйста, стараемся все держаться плюс-минус вместе, сообща. Просто, чтобы мы никого не потеряли, потому что очень часто иногда люди отстают, некоторые уплывают вперед, поэтому стараемся сильно не расходиться. Что обычно не входит в программу подготовки к заплыву – раздача мусорных мешков. Совместные путешествия софтсерферы называют сплавом. Но если обычно это просто путешествие для отдыха и удовольствия, то в данном случае мероприятие носит название «Экосплав». Сплав для гостей, кто хочет убрать пахру, очистить речку от мусора и сделать чуть лучше этот прекрасный мир. В том году мы проводили тоже «Экосплав». Мы собрали около 20-30 больших мешков, 120-200 литровых. Сегодня прямо ажиотаж. Около 30 человек записалось. Несмотря на будний день? Да, несмотря на будний день. Приехали, смотрим. Во время инструктажа ознакомят и со средством передвижения. Это так называемый сабборд – надувной снаряд для плавания по поверхности воды. Опытные саббордисты, как правило, на нем стоят, но инструктор показывает более практичную позу для новичков. И садимся так, чтобы у нас ручка черная по центру находилась между ног. Все, вы сидите правильно. Далее начинаем доставать весло и гребем. Детям и тем, кто не уверенно себя чувствует на воде, раздают жилеты и участники «Экосплава» потихоньку отправляются в плавание. Как известно, Горки-Ленинский не только музей, но и заповедник, экосистема которого тщательно охраняется. А потому здесь всегда рады добровольным помощникам. Узнала из социальных сетей ВКонтакте, увидела Горки-Ленинские, это афишировали. У себя и вот прочитала, узнала, позвонила и записалась. Я, кстати, впервые на САПе сегодня буду. Надеюсь, что все получится и мусор собирать, и сплавиться. Едва отплыв, участники акции начинают уборку. В основном много мусора скапливается вдоль берега и, к сожалению, в тех местах, где традиционно любят собираться на отдых компании. Продлилась акция чуть больше четырех часов, а следующий можно будет узнать из аккаунтов в социальных сетях музея-заповедника Горки-Ленинские. Максим Козлов, Александр Логинов, Ольга Садовская. Видное ТВ.